Сейчас продолжаем дальше наше гран-при и у нас очень интересное противостояние опытного кулачника и профессионального боксера. Первый раз по кулачке дерусь. Почему? Пришел немножко пробовать себя в другой стезе и вернуться в бокс потом. Я в первую очередь имя хочу сделать. Кулаки делают твое имя в кулачке. Мозги. Надо быть умным, надо быть хитрым в бою. Это не только просто руками махать, здесь надо думать. На улице всегда дрался с детства и уже в более взрослом возрасте. Заведение где-то бывало. Ну и сейчас я какого-то мудрожая или страха не чувствую, потому что я говорю улица плюс бокс. У каждого своя манера ведения в бой. У меня такая меньше пропускать, больше бить, тригггаться. Я думаю, покажу хорошую технику бокса, реакцию, желание, характер. Встречайте бойцов. Тимур Амариан и Александр Суслов. Громче, громче. Парням нужна поддержка, когда они выходят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Умный боец, который хорошо двигается в бою, считает главным мозги. Но не получать по ним важно, а думать ими. Интеллектуально сильный кулачник Тимур Амарян. Пермский гангстер, которого и просить не надо, он всегда готов раздавать. Боец с берегов Камы Александр Суслов. Судья в ринге Виталий Чалый. Ну что ж, первый кулачник против боксера. А у нас, между прочим, все еще гран-при в легчайшем весе. То есть эти ребята дальше, возможно, будут драться с Егором Францовым, с Мартом Цицером. Смотрим внимательно. И тут первым же джебом сечка или мне показалось? А тут что, взрывное начало? И там действительно сечка от первого же попадания джебом. Да, тяжело, тяжело сейчас Александр Суслов. Александр Суслов, мы помним, по предыдущим его поединкам здесь, кстати, на RCC-боксинге. Которым в одном он выиграл, во втором уступил, причем досрочно. Но решил запрежнуть на кулачку. Да, Тимур Армариан опытнейший и такой кулачник-интеллектуал, как его называют. Внимательно следит. Не только любит порубиться, но и любит перехитрить своего соперника. Всегда бережет свое здоровье. Слушай, ну на первой секунде выкинуть джеб и посечь, это прям перехитрил, конечно, вопросов нет. Вот так вот зарядился. И сзади уже рассечение, там что-то, ну прямо, что-то сложная ситуация у Александра Суслова. И это неужели от удара по затылку? И раз я не увидел, а может увидел, я не знаю. Как можно получить рассечение на затылке? Поцарапали его ногтями? Тяжело сказать, а может он пошел вперед и там удар залетел. Может быть, может быть. По крайней мере оно точно есть, мы видели с тобой. И уже у нас полторы минуты, а у нас все в кровище уже усуслало. Все спиво залило. При этом зал тихий, потому что люди не понимают, откуда этот урон. Мне кажется, можно ребятам подержать. И еще хороший удар от Армариана в розыгрыз. О, ее немножко запнуло. При этом лицо очень чистое у самого Тигура, потому что точный он быстро. Кулаки уже все в кровище, чужой. Он тут плечом отрабатывает у нас Суслов. Что? Болган. Болган нет? Потому что на саде вообще весь в крови. Ты видишь, у него манера такая, ему нужно идти вперед, и он пропускает в любом раскладе. Но зато видно, что базовый боксер, и он идет на порт. Мне кажется, в следующем раунде он пристреляет. Но он пока не понимает, что он вообще весь в крови. Он даже не понимает, что у него сзади есть счет крови. Он даже не понимает, что он на RCC-хард. Слушай, но это как-то влияет на его тактику. Там же все равно, я не знаю, там в глаза кровь затекает. Мне кажется, вот по носу больно пропустило. Прям видно это. По затылку? По носу. По носу? Затылок не больно, нос больно. Слушай, а его соперник Тимурик правильно, идеально двигается на ногах. Очень круто. Да, если его хватит на три раунда, он классную тактику выбрал против такого парня, который работает как танк. Давай посмотрим, что будет дальше. Давай, внимательно, внимательно, концентрация полностью. Спасибо. Остаемся в углу, парни. Остаемся в углу. Бейц готов, бейц готов. Второй раунд, файк! Ну что ж, второй раунд пошел. Там вроде немножко справились с рассечением на лице у Суслова. Там и на запилке у него было. Вроде как кровь уменьшилась, но при этом, смотри, продолжает пропускать большое количество ударов. А Тимур продолжает большое количество ударов на носик. Армарян молодец. Да, двигается на ногах, где-то отдает вроде пространства, но при этом, смотри, постоянно держит на прицеле своего соперника. И каждый шаг очень хорошо выверяет. Постоянно работает точно навстречу. Здорово на контратаке аж целых три удара забрасывает. При этом Суслов пытается стану спастись, немножко уходит вниз. Армарян все это видит и здорово цепляет своими короткими крюками. Пытается Суслов поцепить здесь, где-то на коротке. По туловищу старается работать. Не очень пока складывается, скажем так, дебютный поединок у Суслова здесь, в кулачке. Армарян внимателен и снова немножко тянет на себя своего соперника. Крова там неплохо в разрез. Очень много крови там и на запилке мы видим, да, и с рассечения. При этом Суслов старается отрабатывать на коротке. На выходе неплохо попадает Армарян. И мне кажется, что вот эта работа вторым номером у Армаряна очень хорошо работает на протяжении всего поединка. Армарян молодец, да, и постоянно он так контрит, постоянно уходит в нужную для себя сторону. Действует, ходит за переднюю ногу своего соперника. Суслов давит, конечно, но кажется, что меньше урона сопернику наносит. И вот эти рассечения все-таки не помогают судьям сказать так. Смотри, мне кажется, там еще одно открылось. Либо предыдущее опять начало сильно течь. Есть серьезный урон на лице у Суслова, а Армарян при этом абсолютно чистый. И это может повлиять на судей, если наш поединок, конечно, дойдет до решения. Чуть-чуть отрабатывает плечом здесь Суслов. При этом мы слышим, что концовка второго раунда уже началась. В клинче решили тут добороться ребятам. И расходятся на перерыв. Ну и что ты скажешь? Теперь оба бойца в крови, но кровь только одного человека. Я хочу отметить работу катменов в углу Суслова. Реально он весь бой, кровь у него не шла, а под конец снова кровотечение открылось. Реально катмены молодцы, делают все возможное за минуту. И поверьте мне, это реально сложно, остановить кровь в его случае. Реально. Слушай, ты говорил, что он во втором раунде пристреляется. Я пристрелки не видел. По-моему, тоже самое, что было. Вот ничем не отличался раунд. Да, реально видно, что ему сложно. Слушай, она вам многовато пропускает. Я знаю, что ему нужно сделать в третьем раунде. Получится, ты думаешь? Не знаю я. Но нужно больше попадать. Это зависит от Тимура. Если Тимур будет дальше на ногах продолжать работать, я думаю, у Саши ничего не получится. Шума бойцам. Шума бойцам. Шума бойцам. Решающий раунд. Решающий, он же заключительный раунд. Третий. Ну что ж, получится ли что-то противопоставить Суслову? Потому что и в первом раунде он там многое напропускал, и большое количество рассечений, крови потерял. Ну и после второго раунда у угла, а именно у Капмана Суслова было бы достаточно много работы там. И гематома под правым глазом, и рассечение на переносице. Ну и там на затылке, в волосяном покрове тоже есть. Вообще достаточно сложный поединок для Александра. Много он пропускает, но если он убился, то он дает кучу ударов. Он начал плевать, очень жестко втыкать. Да, здесь Суслову непросто приходится. Пытается он нырками боксерскими отработать, но все равно пропускает определенное количество ударов. Да, Александр старается идти вперед, пытается где-то подловить своего соперника, но смотри, на один удар он пропускает 3-4. Причем руки даже не от подбородка идут. У Тимура открыта голова, но просто не успевает Суслов. Он как будто немножко на другом уровне скорости находится. Все видит, и при этом все очень жестко контрит. И опять вот этот апперкот залево здания руки от Амаряна. Очень сурово так работает Амарян. Постоянно Тимур хоть и отходит назад. Суслов старается тут немножко головой поддавить, для того, чтобы создать себе пространство под удар. Пай! На 1-3, просто перестреливает. Один сколачивает Суслов, 3-4 отвечает Амарян. Ой-ой-ой. Здорово, Тимур, здорово, коротко. А там еще и слева. Мы подрубахались, ребята. Немножко вот смотри, нам показывают статистику, кстати. Там два раза больше выбрасывает, да. На самом деле, но бьет Амарян много, да. Ну и урон. Урон все-таки ущерб нанесенный. Да. Несравним от этих ударов. Ну вот это видно, да. Кровавая маска на лице Куслов. Подбородок много пропускает Суслов. Относительно чистенький Амарян. Концовка Рубилова получится у нас. Ну, ребята, завязались немножко в клинч. Хотя бы освободились. И пропускает еще Куслов. И это кровавое побоище. И закончится. Это было нечто, реально, третий раунд за весь бой отработал. Молодцы, парни. Да, конечно. Сейчас надеюсь. Скажи, это был самый тяжелый ступень. Дальше вот все. Какая конец? Великова. Мне кажется, парням придется шиться однозначно. И реально Саше, наверное, придется несколько сеч зашивать. Кстати, хочу сказать со своего опыта. Здесь врачи очень круто зашивают, что шрамы реально исчезают с годами. Саш, скажи мне, Саш, скажи мне, кто выиграл. Мне просто реально интересно, я прямо предполагаю, но мне интересно, кто выиграл. Кто выиграл, кто выиграл, скажи. Сейчас, сейчас, сейчас будет решение, сейчас там наколдуют. Можно пошуметь, 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 пацанам. Вон у Тимурика там глаз почти заплыл, но он хороший. Парни, давайте еще отметим катманов. Просто они всегда в тени остаются. Они реально делают пол боя. Давайте похлопаем катман. Давайте, шума пацанам. У него под правым глазом, смотри, аж две сечки. Очень крутой бой, парни. Давайте не останавливаться, шума бойцам, накатим, давайте, 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 давайте. Победу в этом бою единогласным решением судей одерживает Тимур Амарян. Отличный бой, поздравляю. Ты видишь, Тимур выкинул 118 ударов, это какое-то сумасшедшее количество. Слушай, ну и полтинник попаданий, это вот ровно столько. Один к двум, один к двум. Да, это ровно столько, сколько нанесли пацаны в предыдущих трех боях. Вот это прям рубка. Похлопать и Сане, Сане аплодисменты. Сане газанул с душой. Тимуру тоже можно поаплодировать. Тимур реально с высоким IQ, он молодец. Просто посмотри, я не знаю, как камеры реально не в крови. Я не понимаю, как камеры не в крови.